Государство все больше обращает внимание на экологичное производство. Так, с этого года в России начала работу обновленная система расширенной ответственности производителей. Механизм направлен на то, чтобы возложить на предприятие ответственность за полный цикл жизни продукта, уделяя особое внимание его утилизации и переработке. Система активно внедряется и в Волгоградской области. В регионе активно внедряется механизм подтверждения утилизаторами объемов турсырья, которую мы сегодня, в принципе, и видим, с учетом производственных мощностей для налаживания системы полной переработки производственных отходов. Взаимодействие между производителем переработки и контрольно-надзорными органами будет производиться посредством новой информационной системы учета отходов и использования товаров. Мы, конечно же, будем контролировать и надзирать, и с 1 марта уже вводится административная предприятие. Одно из Волгоградских предприятий по производству товаров бытовой химии с самого начала своего существования выбрала философию экологичности и уже более шести лет использует для производства упаковки вторсырье. За день цех выпускает порядка 70 тысяч флаконов с готовой продукцией. В состав флакона у нас, помимо основных компонентов, входит обязательно вторичная грана. То есть, это политика компании перерабатывать вторичку. То есть, на данный момент на флаконах у нас используется от шести до двадцати процентов вторичная грана в составе флакона. Вторичное сырье делится на два типа. То есть, это у нас есть гранула ПВД, которую мы заказываем у поставщиков, они нам привозят. То есть, это переработанная стричпленка и другие полимеры, которые у нас используются во флаконе. И есть собственная гранула, то есть, так скажем, дробленка. После того, как флакон у нас на станке не проходит, контроль качества, он у нас попадает на устройство дробления, на конвейерную ленту. Там перерабатывается и прям тут же повторно используется для производства флакона. При этом философия экологичности не заканчивается в цехах. Современный офис предприятия работает примерно год. И за это время удалось привить каждому сотруднику экологическую культуру. В здании работают около 250 сотрудников. Все они знают о том, что отходы нужно сорсировать, а, например, бумагу сдавать на переработку. Когда офис создавался, на этапе строительства мы озаботились тем, чтобы он был экологичным. То есть, мы применяли локальные строительные материалы. Здесь вы видите много естественного света дневного, здесь много живых растений, за ними следит отдельный флорист. И чтобы нам подтвердить экологичность этого офиса, мы обратились к профессионалам, к нам приехали аудиторы. И как итог мы получили листок жизни, сертификат на офисное помещение. И на данный момент в России мы являемся единственными держателями экологического сертификата листок жизни на офисное пространство. Предприятие по производству бытовой химии – пример того, как нужно организовать работу компании, чтобы отвечать всем экологическим требованиям и не только не загрязнять регион, но и делать его чище. Анжела Умбетова, Илья Китаев, телеканал Волгоград-1.